В 1928 году исследователь Герман Вирт издал книгу «Происхождение человека», в которой описывает теорию, что истоки человеческой цивилизации лежат в двух расах. Это нордической расе севера, так называемой расе гиперборейцев, как он ее условно называл, и полудикой расе полулюдей и полузверей, которая раньше проживала на континенте Гондвана. Те документы, с которыми я работал в архиве, действительно показывают, что экспедиция не просто была успешной, а немцы в результате нее получили не просто определенные знания, они получили, скажем так, ключи к тому миру, который находится внутри Земли. Среди тех документов, которые я видел и держал в руках, были древние схемы внутреннего устройства Земли и какие-то странные мандалы в переводе с тибетского. Там есть даже, скажем так, немецкие расшифровки этих документов. Там дается знание об управлении стихиями, то есть управлении дождем, управлении ветром и прочими знаниями. У истоков общества Вриль стояли исключительно женщины. Вообще, общество интересна в первую очередь еще и тем, что до сих пор идут разногласия. Являлось ли общество Вриль подразделением Тули, не менее секретного тайного общества, из которого потом родилось у ННРБ, или это было изначально вообще совершенно отдельное общество. Организовали его несколько женщин-медиумов. В первую очередь это Мария Орсик, ее подруга Траут и совершенно загадочная женщина, о которой ничего не известно, известно только имя. Это очень сильный медиум Сергун, который вместе с Марией Орсик проводил основные сеансы по телепатической связи с некой цивилизацией. Очень много спорных вопросов возникает вокруг темы, связанных с летающими тарелками, которые создавались в Третьем Рейхе. Но по той информации, которую мы сейчас знаем, вся эта тематика шла именно из недр общества Вриль. То есть фактически все то время, что это общество существовало, начиная с 19-го года и заканчивая в 45-м году, в марте 45-го года, когда члены этого общества мистическим образом просто исчезли. Все это время они по словам и документам тех очевидцев, которые присутствовали на спиритических сеансах, которые имели какое-то отношение к обществу Вриль, на основе документов, которые сохранились после исчезновения этого общества, все время вот эти девушки-медиумы, они находились в каком-то или спиритическом, или в каком-то другом виде контакта, именно с неземной цивилизацией. Но это по их словам. И все время существования общества они пытались создать некие аппараты, которые бы позволили, скажем так, верхушке Третьего Рейха совершить путешествие в другую звездную систему. Есть информация, к сожалению, она не подтвержденная, что в 1943 году был создан огромный дисковидный аппарат, который к тому времени получил техническое название ВРИЛ-7, то есть можно предположить, что до этого было еще какие-то 6 прототипов. Продолжение следует...